Армянские девушки учатся воевать. В последнее время к стрелковому полигону Азат-Азем выстрелились очереди. После Второй Карабахской войны увеличилось количество желающих пройти курсы огневой подготовки. Молодые девушки и парни спешат научиться стрелять или улучшить свои навыки. «Каждую минуту нужно быть готовым взять оружие в руки и встать на защиту Родины», сказала Гайанэ Вартанян в интервью к каналу 5TV. Такого мнения Аревик Аруян и Диана Самбатян. По словам девушек, они уже достойно смогут сражаться с противником. «Чтобы жить в такой маленькой стране, как Армения, каждый из нас должен уметь обращаться с оружием. Хотим научиться стрелять из разных видов оружия. Думаю, независимо от пола, каждый должен уметь держать в руках оружие». «Я сама должна взять на себя ответственность за свою жизнь. Сегодня наша страна находится в критической ситуации, и поэтому люди должны прийти сюда и научиться пользоваться оружием. Это лучше, чем сидеть дома и паниковать». «Думаю, граждане нашей страны должны иметь минимальные знания для того, чтобы воевать. Призываю всех присоединиться и получить базовые знания в области военного дела. После Второй Карабахской войны решила научиться стрелять из оружия. Но, надеюсь, оно мне не понадобится». В полигоне все единодушные. Нары Муфсисян и Сунайзисян считают необходимой деятельность такой организации. Это дает возможность всем желающим участвовать в огневой подготовке, говорят девушки. «У меня нет никакого страха. Мне очень нравится стрелять из оружия, чувствовать запах пороха. После Второй Карабахской войны решила ходить в этот клуб. На это меня воодушевили мои братья. Уже прошла трехмесячный курс. Буду продолжать обучаться военному делу». «Деятельность такой организации крайне необходима. Призываю всех девушек ничего не бояться и присоединиться к нам. Они должны знать, что в наших жилах течет кровь спортсменки Сосе. В нашей стране мы всегда должны быть подготовлены. У нас одна родина, и это наше самое дорогое наследие. Это превыше всего. Мы несем ответственность перед нашими предками и поколениями за защиту нашей родины». В Азатазим посещают также молодые парни. По словам армян, их объединяет одна цель – пройти курсы огневой подготовки, освоить оружие, суметь постоять за себя, самим наносить удары, а не сдаваться. Организация планирует расширять свою деятельность. Учитывая положение страны, я решил пройти эти курсы. Вполне вероятно, что это нам понадобится. Это очень важная инициатива. Если возникнет необходимость участвовать в боевых действиях, мы должны быть готовы к этому. Планирую участвовать в них непрерывно. «После недавних событий приток людей значительно увеличился. Мы переходим на более плотный график работы. К нам обращается довольно много горожан, и мы стараемся принимать всех. Они приходят целыми организациями, отдельными группами и индивидуально. У всех одна цель – уметь хорошо воевать. У меня много друзей, которые здесь прошли трёхмесячные курсы. Сегодня они стоят на передовой. Мы находимся в состоянии войны, поэтому я решил получить хорошую физическую подготовку». К сожалению, сегодня в Армении находятся люди, которые не успокоились, выступают ревашистскими заявлениями и мечтают о новой войне. Поддавшись авантюрным призывам партии войны, эти молодые девушки и парни даже не понимают, чем обернётся новая война с Азербайджаном. И пока армянская молодёжь учится воевать и готовится к новой войне, Запад требует от Армении подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом пишет армянское издание «Грапарак». Отметим, что после окончания Второй Карабахской войны Азербайджан предложил Армении подписать мирный договор и признать территориальную ценность из двух стран. И несмотря на то, что Азербайджан выступает за мир и дипломатическое решение вопросов, терпение нашей страны не безгранична. И сейчас именно от правильного выбора армянского руководства зависит судьба Армении. Баку же достигнет своей цели при любом раскладе.